Всем салам, друзья! С вами, как всегда, Яху Грайдер, и как вы уже могли понять, в этом видеоролике я собираюсь протестить работу дальнобойщика. Да, сегодня я буду работать на этой работе и проверять, что там да как. Ну и, в принципе, перед началом этого видеоролика хочу вам сказать, что я запускаю 25-го числа розыгрыш на 500 рублей в своём Телеграм-канале. Но каждые 10 подписчиков в Телеграм-канале это ещё плюс 50 рублей к суммарному призу. Так что заходите и подписывайтесь, чтобы был больше призовой фон. Ну и 25-го числа я запущу розыгрыш, а потом через недельку подведём итоги. Ну и, в принципе, кто победит, я тому и задоначу эти деньги на любой сервер Аризоны. Ссылку на Телеграм вы найдёте в описании. Ну а так, больше я не буду затягивать. Перед началом этого видеоролика я вас попрошу поставить всего лишь-то ваш старский лайк, подписаться на мой канал, ну а также написать совершенно любой комментарий. А так, всем приятного просмотра. Братва, не забывайте, что я играю именно на 24-м сервере под названием Arizona RP Wednesday. Как всегда, мой никнейм здесь Лемхок, указывайте его при регистрации. Из-за этого вы получите 300 тысяч на пятом уровне. Ну а также вводите мой промокод хэштег ХОК на пятом уровне, он вам даст ещё 720 тысяч. Ну что ж, вот я уже прилетел в центр занятости и подходим к трудоустройству. Давайте устроимся на работу дальнобойчика. Можно здесь прочитать всю инструкцию, но я её не буду читать. Поеду сразу же работать. Так, ну что ж, я уже приехал арендовать сейчас фуру. Давайте, наверное, арендую себе вот эту вот за один лям. Тут нормальная Рорди Фура, Вестерн Стар. Арендуем её на часик. Давайте арендуем. И, да, лямчик ушёл. Но мы не будем учитывать этот лям. Лишь запомним, что у нас при старте работе... Ага, меня я кикнула. Ну ладно, сейчас перезайду. Так, я снова же вернулся обратно из-за одного бага, который сейчас произошёл у меня. Вот, наконец-таки сейчас начну работать. Так, забегаем сюда вовнутрь и подходим вот тут вот начать работу на личном грузовике. Нажимаем да и начинаем. Как вы могли понять, у меня нету никаких охранников, так что буду работать без охранника, потому что я их не нашёл. Но ничего страшного, у меня в унитаре есть эликсир дальнобойщика, который нам даст на 25% больше к заработку. Так что давайте его активируем и начнём работать. Беру сразу же здесь автомобильное топливо. Это самое оплачиваемое здесь вроде как. И везу его, или куда там нам нужно его отнести. Вот так вот под чекпоинтом аккуратненько отвозим груз. Ну и думаю, смысла засекать время не вижу, так как у нас аренда ровно на час. Вот, мы поработаем на фуре час. И как раз-таки, когда у нас закончится аренда, мы это и поймём. Она у нас просто пропадёт, фура эта. Так, и обязательно не забываем проходить взвешивание, так как нам из-за этого дадут полную стоимость. А если мы не пройдём взвешивание, нам дадут там на сколько-то 20% меньше от суммы всей сделки. Так, под конец взвешивания нам дали сэндвич и хот-дог. Если что, ими можно будет подкрепиться. Ну и едем сдавать груз, получается вот сюда вот заворачиваем, и вот здесь уже склад. Так, подъезжаем, сдаём, и нам дали 505 тысяч плюс 252 тысячи. Это сколько у нас? Это 757 тысяч, мы аж заработали, ничего себе. Ну, ларец, к сожалению, не выпал, ну и в принципе ладно. Едем сразу же обратно на базу ЛВ, и будем брать оттуда новый груз. Так, я уже вернулся, получается беру новый груз, автомобильное топливо, и везу его сдавать опять же. Думаю, это лёгкая работа, думаю, это всё тут понятно. Главное, аккуратно отвозить груз. Блин, сам только что говорил, аккуратнее отвозить, и как вы можете видеть, груз у меня чуть не улетел в воду. Так, это получается второй сейчас рейс был, я за него получил опять же 757 тысяч, и рецепт сиропа характеристик октёра. А также ларец дальнобойчика. Неплохо, слушайте, даже хорошо, очень сильно хорошо. Так, возвращаясь обратно, но, к сожалению, тут нету более оплачиваемых грузов. Придётся взять вот такой вот, один раз отвезти, и потом после Payday они появятся. Тоже хоть какие-то бабки. Так, сдаю этот третий заказик, и получаю, как видим, меньше денег, потому что груз, как ещё раз повторюсь, был менее оплачиваемый. И поэтому мы за него получили всего лишь-то 240 тысяч. Ну ладно, сейчас уже Payday прошёл. По идее, сейчас должны уже появиться более оплачиваемые грузы. Опа, как можем видеть, появились грузы новые, более оплачиваемые. Давайте их возьмём и будем их возить. Потому что потом, когда их все разберут, уже будем возить такие более дешёвые. Так, нам дали 757 тысяч, ну нормально, короче, едем за следующим заказом. Так, сдаю, не знаю, какой подсчёт у рейс. Ларес не выпал, дали 757 тысяч, нормально. Опа, нам за заказ дали... А, я, блин, забыл пройти взвешивание, и мне дали минус 20% от зарплаты. Ну ладно, блин, бывает. Но нам дали, кстати, ларец дальнобойщика. Ну, в принципе, думаю, нормально. Так, сдаю, уже не помню, какой подсчёт у рейс. Но нам дали, опять же, бабки, и в принципе, запоминаю. Блин, у меня закончилась аренда на Western Star. Я не успел сдать последний свой рейс. Ну и ладно, в принципе, на балансе, как мы можем видеть, у меня осталось 143 миллиона. Было у нас перед началом работы, если мы не будем считать аренду. Это 1 миллиард 139 миллионов. В принципе, 4-5 миллиона деньгами мы заработали. Так, дальше, что мы видим? Два ларца дальнобойщика, я не знаю, сколько они стоят. Примерно по 800 тысяч, это где-то 1,6 миллиона. 6,1 лям получаем. И также ещё мы выбили рецепт сиропа характеристик актёра. Я не знаю, сколько он стоит. Но, короче, один час мы поработали. И, в принципе, думаю, это, ну, нормально. Можно было, конечно, и больше заработать. Ларцов нам очень мало выпало, но, в принципе, ладно. Ну и, в принципе, на этом я наш видеоролик уже буду заканчивать. С вами, как всегда, был Яху Грайдер. Всем удачи и всем до скорых встреч.